Всем привет, с вами снова Ирина, и тема нашего сегодняшнего занятия это настоящее завершенное время, present perfect tense. Обычно это время вызывает очень много сложностей студентов, поэтому давайте сегодня подробуем с ним разобраться. И, как говорится, ставим все точки над и. Узнать, когда его использовать и как. Давайте перейдем к нашим документикам, к нашим файликам и рассмотрим все на примерах. И первая ситуация, когда мы используем настоящее завершенное время, это для недавно завершенного действия, результат которого мы видим в настоящее. То есть в перфекте мы никогда не указываем время в прошлом, потому что нам это не важно. В перфекте нам важно видеть результат завершенного действия на данный момент. То есть нам важно не когда действие было завершено, а важен результат этого действия сейчас. И давайте рассмотрим на примерах. И первый примерчик у нас. She has tidied her room. Она убрала свою комнату. Мы не указываем, когда она это сделала. Нам здесь важно то, что она это сделала. И результат это то, что сейчас комната чистая. Следующее. She just came to the room. Она только что покрасила комнату. Результат настоящим это то, что комната с краской еще влажной. То есть результат этого завершенного действия мы видим на влажной, мокрой, не высохшей краске. То есть первая ситуация это завершенное действие с результатом в настоящем. Следующее. Второе. Это действие, которое произошло в прошлом. Ну и также оно связано в настоящем. То есть для перфекта нам всегда важен результат в настоящем. Ну и смотрим. He has lost his case. Он потерял свои ключи. И результат. Как это связано с настоящим? А это связано с тем, что он сейчас их ищет. У него их сейчас нет. То есть вот это результат настоящий. Не важно то, когда он их потерял. Важно то, что сейчас его нет, он их ищет. То есть акцент не на времени, а на том, что он их потерял. Не когда, а вообще что это произошло. Далее. Третье. Это когда мы хотим ему рассказать о своем личном опыте каком-то, либо каких-то изменений. Я потерял, я сбросил 10 килограмм. То есть это наш опыт. Для нас это важно. Были полными, стали худенькими. То есть это наш опыт. Либо также связано с изменением, потому что мы стали на 10 килограмм меньше. То есть, опять же, важен результат, наш личный опыт, поэтому там же перфект. Не важно, когда это произошло, важен результат. Наш, в данном случае, это наш опыт. Так, делаем это тоже. Чемненьким. И пойдем дальше. Четвертое. Это когда мы делаем акцент на количестве раз. То есть количество раз, сколько выполнялось, это действие. Сколько раз оно произошло, совершилось. Она написала три письма с этого утра. То есть на данный момент, с этого утра, она уже написала три письма. Опять же, результат, на данный момент, сколько раз она это делала. Она позвонила двум клиентам с 12 часов. То есть начиная с 12 часов и по данный момент, она это сделала дважды. То есть если акцент на количестве раз, сколько это действие выполнялось, сколько раз, и оно связано с настоящим моментом, это также перфекция. Пятое. Для действия, которое было в прошлом, и когда мы не упоминаем время, когда оно выполнялось, но знаем, что это связано с настоящим. Что это значит? I met Madonna. Я встретился с Мадонной. И это было в прошлом. Но почему здесь перфекция? Потому что мы знаем, что это может еще повториться в будущем. Так как Мадонна еще живая, и это может случиться еще раз. У нас такой пример был в Fast Simple, когда мы изучали, что если действие происходило в прошлом, и мы знаем, что оно уже не повторится, на основном было это целый сомпраздник, у нас было «I met Elvis Presley», когда-то «Two years ago», ну, два года назад не подойдет, не помню, сколько там было, либо «Elvis Presley написал сколько-то альбомов» тоже было, то есть все относилось к прошлому. И мы знаем, что это не повторится, так как он уже умер. Вот в том случае это у нас будет Fast Simple. А здесь мы знаем, что она жива, и это может еще произойти, еще может быть, может быть, могут они встретиться, поэтому здесь будет перфектно. Так, и последнее, нет, не последнее, много ситуаций, но, как вы видите, все ситуации приходят к одному моменту, в какой точке, это к тому, что действие, которое произведено, завершилось в прошлом, но оно имеет в виду результат настоящий, оно обязательно связано с настоящим, поэтому оно и называется «настоящее завершенное». Оно завершено, но оно связано с настоящим. Так, шестое. Также мы используем для, это время для действий, которые начались в прошлом, и все еще продолжаются. И обычно в этом значении мы используем глаголы «состояние». Глаголы «действия» в этом случае использоваться не будут, потому что они в этом значении будут использоваться «спользоваться forever continuous». Это мы будем изучать далее. Глаголы «недействия», глаголы «состояние», которые нам рассказывают о «действии», которое началось в прошлом, и все еще продолжается. Обычно это указывается словами «since before». Вот в этих случаях также используется перфектно. Ну и вот у нас примерчик. «She has been a secretary for ten years». Она секретарь на протяжении десяти лет. То есть, десять лет назад она начала работать секретарем, работала и все еще работает. Так как это «be» у нас глагол «состояние», поэтому мы это предложение передаем в праздничном. «They have known each other since they were children». «Они знают друг друга с момента, когда они были детьми». То есть, узнали друг друга с того момента, когда они были детьми, и до сих пор его еще знают. Опять же, «know» – это «knowledge verb», «state verb», поэтому здесь он используется в present purpose, не в proper continuous. И последняя ситуация – это действие, которое было завершено до определенного периода, в момент беседы, но этот период еще продолжается. Что это «знат»? Что это «знат»? Например, «He has read three novels this week». Он прочитал три романа на этой неделе. Это значит, что эта неделя еще продолжается. Да, он уже три прочитал на этой неделе, но неделя еще не закончилась, этот период времени еще продолжается, и он может еще прочитать на этой неделе несколько романов. Поэтому, если действие завершено, но период времени еще не закончен, это также present purpose. А если бы у нас было предложение, что он прочитал три романа на прошлой неделе, это был бы уже поступок, потому что и действие завершено, и период времени уже остался в прошлом. Мы бы сказали, «He read three novels last week». Вот это был бы уже постепенно, потому что прошлая неделя осталась в прошлом, и действие завершено в прошлом. А здесь действие завершено, но отрезок времени еще у нас продолжается. Время еще продолжается. Вот основные моменты, когда мы используем перфект. Значит, мы сделали вывод, что какая бы ситуация ни была в перфект, нам важно не когда оно было завершено действие, а то, что оно вообще завершилось, и мы в настоящем видим результат этого действия. Если в fast simple важно время в прошлом, когда оно было завершено, то в перфекте нам важен результат на данный момент того действия, которое уже закончилось. закончилось. Вот все ситуации, когда мы используем перфект. Слова, которые он нам также указывает на перфект. Это just, ever, never, always, already, yet, for since, so fast, so long, recently, today, this week, month, year, once, several times, etc. И так далее. То есть вот эти слова, но также могут использоваться в перфекте. Дальше, что еще мы можем по нему рассмотреть? Это то, что already, just, мы всегда используем перед основным глаголом. I have already read that book. Я уже прочитал ту книжку. Мы видим, что already у нас стоит перед основным глаголом. Дальше, что связано с yet. Yet у нас всегда используется в минусах и вопросах. И оно всегда у нас стоит в конце. I haven't done my homework yet. Я еще не сделал домашний глагол. Have you finished cooking yet? Ты уже закончил готовить? То есть в первом случае это минус, во втором это вопрос. И в двух этих предложениях на связь стоит в конце. Since. Since это всегда начальная точка. То есть с какого момента началось это действие. Или фразы, которые используются со словом since. Это since morning, since money, since 28, 18, since I left school. Вот в таких разочетаниях мы используем since. For – это у нас отрезок времени, целый период времени. То есть since – это начальная точка, когда началось это действие. А for – это целый период, сколько оно длилось. Либо длилось. Так, и какие у нас фразы используются со словом for? Это – for 10 minutes, for 8 hours, for 5 days, for 6 months и так далее. То есть целый отрезок, целый период. Переходим к образованию. Как у нас образовывается это время? Это время у нас образовывается с помощью… Ну вот это вот, что уберем. Мы сейчас две формы сразу напишем, чтобы вы не задали. Хорошо. Давайте напишем сразу have has have has плюс глагол с окончанием «иди». Сейчас, опять-таки, соберемся. Так, have has и плюс глагол с окончанием «иди», либо третья колоночка. То есть третья форма глагола. Опять же хочу обратить ваше внимание, что и в плюсике, и в минусе, и в вопросах у нас всегда будет третья форма глагола. И всегда будут присутствовать have has, have been. Они будут у нас везде. Так, ну давайте объясню вам образовывается. Значит, тот же самый порядок, что и обычно. Плюсики на первом месте у нас поближащие, затем have has и глагол в третьем форме. Я прочитал книгу, и он покрасил комнату. То же самое у нас в минусе, только с частичкой not. I have not read a book. He has not painted the room. Вопрос общий на первом месте have has. Далее у нас подлежащие и глагол с окончанием «иди» и по третьему форму. Have you read a book? Has he painted the room? Общий специальный вопрос начинается у нас с данного, с вопросительного слова. А дальше все аналогично очень много вопросов. What book have you read? What room has he painted? Ну, такое образование. То есть образовывается оно очень легко, если нужно запомнить, когда его используют. И здесь самое главное – это не путать то, что, чем обычно и из-за чего путают его фасты. Это то, что в перспективе никогда не указывается время в прошлом. Нам не важно, когда выполнялось действие. Нам важен результат этого завершенного действия на данный момент, в настоящий. Если мы хотим сказать, когда было выполнено действие в прошлом, вот это уже у нас по стимулу. Мы указываем, когда конкретно в прошлом оно у нас было совершено. А если мы не говорим этого, если нам важен именно результат действия в настоящем, то это у нас present purpose. Настоящее – это решенное время. Вот основные моменты этого перфекта. То есть перфект всегда связан с настоящим. На этом я заканчиваю это занятие. Я думаю, вы поняли эту основную разницу. И, конечно, вам не ставит никакого «как» отличить прошедшее простое время от настоящего, зарешенного. И вы будете свободны ним пользоваться. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь моим каналом, моими видео со своими друзьями. Увидимся на следующем занятии. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok